Всем здорова, в данном видео хочу поговорить про сериал Гардемарины вперёд, ну а перед тем как мы начнём, не забываем подписаться на канал и бахнуть колокол. Друзья, а сегодня у нас мини-сериал Гардемарины вперёд 1987 года. Кто забыл этот шедевр, в нём рассказывается о трёх молодых курсантах на Вигацкой школе, основанной Петром в Москве. Итак, давайте же узнаем их реальные имена и какие они были тогда в 1987 году и какие они сейчас в 2023 году. Ну что, погнали? Ну что, родонарод, погнали? Это не шведы проиграли войну, а мы, мы в этом кабинете. И Бестужев это отлично понимает. Начнём с небольшой роли Кардинала, который был в Париже. Номер один, Иннокентий Смоктуновский. В 1987 году ему было 62 года. Иннокентий был лучший актёр по опросу журнала «Советский экран». Не будем забывать его прекрасные кинокартины, такие как Шерлок Олумс и Доктор Ватсон. 20-й век начинается, берегись автомобиля и многие другие. Актёр ушёл из жизни 3 августа в 1994 году в возрасте 69 лет. Отвезёшь в Петербург. Понял? Держи. Благодарствую. Барин, примите мешок. Я сам и я сам. А здесь Котов. Опытный советский актёр. Номер два, Виктор Павлов. В 1987 году ему было 47 лет. Да, у Виктора детство было очень трудным. После окончания 8 класса пошёл на завод учеником-слесарем. А также всё больше отдавал предпочтение театру. Его прекрасные кинокартины «Место встречи изменить нельзя», «ДМБ» 2000 года и другие. Виктор Павлов ушёл из жизни 24 августа в 2006 году в возрасте 65 лет. Причиной всему сердечный приступ. Парень, который взял взятку. Котов-младший. Номер три, Владимир Виноградов. В 1987 году ему было 23 года. Кинокарьера стартует бодро. Также после этого сериала пойдут ведущие роли. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас актёру 58 лет. Ну, здравствуй, голод мой. Ах, хорош. Повзрослел, возмужал. Анна Гавриловна, которую арестовали. Номер 4. Нелли Пшённая. В 1987 году ей было 40 лет. Актриса отдаёт большое предпочтение театральным работам. Но также больше предпочитает сниматься в сериалах. На 2023 год производстве киноработы. Сейчас актрисе 76 лет. Я оценил по заслугам вице-канцлера Алексея Бестужева. Это подозрительный, мелочный, неприятный и чертовски честолюбивый человек. Ещё один персонаж из Парижа. Номер 5. Евгений Данчевский. В 1987 году ему было 37 лет. Хочется отметить его кинокартины, такие как Триггер, Екатерина и многие другие. В этом году также в производстве есть кинокартины. Сейчас актёру 73 года. Ох уж этот прекрасный взгляд Софии. Номер 6. Ольга Мошная. В 1987 году ей было 23 года. Личная жизнь у Ольги сложилась печально. Как говорится, первый брак у ней распался. А во втором её бросил муж и оставил с сыном. Из-за этого всего она очень переживала и набрала лишний вес. И плюсом сделала пластическую операцию. Но и это уже не помогло ей вернуть былую славу. Сейчас ей предлагают второстепенные роли. На 2023 год актрисе 59 лет. Ягупов охотился за Бергером. Номер 7. Валерий Афанасьев. В 1987 году ему было 38 лет. Так у актёра, что в сериалах, что в фильмах. Всё на высшем уровне. Ну а также полный потенциал он раскрыл именно в театре. На 2023 год актёру 74 года. А тут у нас блестящая роль графа. Номер 8. Александр Абдулов. В 1987 году ему было 34 года. Карьера стартует в 70-е годы. И довольно таки неплохо. Широкая известность, а также популярность пришла ему в фильме «Обыкновенное чудо» 1978 года. В основном у Александра были ведущие роли. Актёр ушёл из жизни 3 января в 2008 году в возрасте 54 лет. Эх, жаль. Казалось бы, что израильские врачи поставили его на ноги. Но увы. Ты же сам говорил, что нам надо как можно скорее уехать из России. А мы торчим в этой дыре вот уже пятый день. Главная роль красавицы Анастасии. Номер 9. Татьяна Лютаева. В 1987 году ей было 22 года. Да, кинокарьера у Татьяны очень внушительная. 167 киноработ. А вот в 2015 году она отметилась в сериале «Мамочки». Также сериал «Русские горки» и другие. Сейчас актриса живёт в загородном доме и помогает своей дочери. На 2023 год актрисе 58 лет. Александр Белов. Прекрасно было видеть его в таких экшн-сценах. Номер 10. Сергей Жигунов. В 1987 году ему было 24 года. Как известно, в юности актёр любил сбегать с уроков. А также 80-е годы был отчислен из театрального училища из-за того, что снимался в кино. На 2023 год актёр продолжает сниматься. Сейчас Сергею 60 лет. И вот он он. Ещё один главный герой фильма. Номер 11. Дмитрий Харатьян. В 1987 году ему было 27 лет. Лучший актёр 1991 года. По опросу журнала «Советский экран». Ну а вот в 1995 году открыл клуб кино. Далее в 2015 году пропал с киноэкранов. И только в 2018 году вновь взялся за кинопроекты. На 2023 год актёру 63 года. Ну а также князь, который помогал ребятам. Номер 12. Владимир Шевельков. В 1987 году ему было 26 лет. Как утверждает Владимир, его личная жизнь полностью удалась. Также в свободное время любит кататься на лыжах и играет в хоккей. Ну а в 2022 году прекратил сниматься. Сейчас актёру 62 года. Ты должен опознать того Носатого и посмотри, с ним ли Ягужинская. А когда вернёшься, подумаем о гвардии. Лесток, который отправил Белова на задание. Номер 13. Владислав Стрижельчик. В 1987 году ему было 66 лет. В 1983 году поступил в театр имени Горького, которым в будущем проработает всю жизнь. Актёр умер в 1995 году в возрасте 74 лет. Бестужево ещё батюшке моему служили. Алексей Петрович, дипломат и политика, а это дело сложное. Чтобы усомниться в его преданности, должно иметь очень веские доказательства. Императрица Елизавета Петровна. Номер 14. Елена Цыплакова. В 1987 году ей было 29 лет. В дальнейшем у актрисы будут главные роли, так и второстепенные. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас актрисе 64 года. А вот и Бергер, которого также отправили выполнять задание. Номер 15. Паул Буткевич. В 1987 году ему было 47 лет. Актёр снимался в советских, а также американских фильмах. И не будем забывать его фильм «17 мгновений весны» 1973 года и многие другие. На 2023 год Паулу Буткевичу 83 года. Пожелаем актёру крепкого здоровья. А вот и Бестужев, у которого похитили бумаги. Номер 16. Евгений Евстигнеев. В 1987 году ему был 61 год. Народный артист СССР. Чего стоят его фильмы «Собачье сердце». «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» 1964 года. Ну а также мой любимый фильм «Невероятные приключения итальянцев России». Актёр ушёл из жизни в 1992 году в возрасте 65 лет. Ну и вот он он, француз номер 17 Михаил Боярский. В 1987 году ему было 38 лет. После окончания школы поступил в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Благодаря этому спокойно исполнил вокал в этом сериале. Сейчас также в производстве кинопроекты. И даже на 2024 год. На 2023 год Михаилу Боярскому 73 года. Что по итогу. В этом замечательном сериале многих актёров дублировали. А также исполняли в дубляже вокал. Ну вот и всё, друзья. Поддержите видео лайками, а также комментами. Не забывайте сделать репост данного видео. Всем пока, друзья.